Тенор Шаря приветствует! Ожидается, что финальная версия iOS 18 выйдет 16 сентября, сразу после осеннего мероприятия 2024 года, с акцентом на Apple Intelligent. Слухи утверждают, что ожидаемый релиз состоится в октябре 2024 года, после обновлений iOS 18. Перед установкой iOS 18 нужно выполнить определенные действия. Резервная копия iPhone необходима перед установкой iOS 18. iOS 18 более стабильна, чем бета-версия, но может зависать на старых устройствах и нестабильных сетях, что угрожает вашим данным. Давайте срочно сделаем резервное копирование данных. Перейдите в настройки устройства и выберите Apple ID. Нажмите на iCloud. Включите резервное копирование этого iPhone и нажмите «Резервное копирование сейчас». Если нет места в iCloud, создайте резервную копию в iTunes или Finder на ПК или Mac. Запустите iTunes или Finder и создайте резервную копию. Нет возможности создать место для резервного копирования. Сохранится на системном диске по умолчанию. Если системный диск почти заполнен, сделайте резервную копию на другой диск. Я рекомендую попробовать iCareFone. iCareFone – инструмент Apple для передачи, резервирования и восстановления данных вашего устройства. Вы можете выбрать диск для резервного копирования данных. Он распознает резервные копии iPhone и сканирует дубликаты фото, экономя место на устройстве. Вы можете скачать iCareFone по ссылке в описании. После установки iCareFone вы можете подключить свой iPhone к ПК. Затем перейти в раздел «Резервного копирования и восстановления» и нажать на «Резервное копирование». Вы можете выбрать данные, которые хотите сохранить, такие как контакты и фотографии, и нажать «Редактировать». Выберите местоположение и нажмите «Резервное копирование». Теперь iCareFone и начинает создавать резервную копию ваших данных. Как только резервное копирование завершится, нажмите «Просмотреть данные резервной копии» и сможете найти все данные здесь. Если вы хотите восстановить свои данные, просто нажмите «Восстановить». Легко в использовании. Давайте перейдем к следующему совету. Совет 2. Проверьте наличие памяти на iPhone. Перейдите в раздел «Основные и хранилища iPhone». Я советую вам подготовить как минимум 10 ГБ для установки iOS 18. Удалите неиспользуемые приложения и файлы для освобождения места. Совет 3. Зарядка во время обновления. Убедитесь, что iPhone заряжается во время обновления до iOS 18 или имеет минимум 60% заряда. Совет 4. Проверьте качество вашего Wi-Fi. Плохое соединение Wi-Fi может привести к сбою обновления до iOS 18 или повредить вашу систему. Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь под стабильным и быстрым Wi-Fi соединением. Конечная часть. Теперь покажу модели, поддерживающие iOS 18. Если ваши модели iPhone не в списке, это означает, что ваш iPhone не может обновиться до iOS 18. На сегодня это все. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте нам лайк и не забудьте подписаться на наш канал. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok